Доброго дня вам, дорогие друзья! В гостях у программы «Есть что сказать» руководитель службы помощи бездомным Православной службы милосердия при отделе социального служения Екатеринбургской епархии Иван Мозговой. Иван, добрый день! Добрый день, Светлана! Вань, давай расскажем твоими устами, чем занимается служба помощи бездомным? Как вы им помогаете? Служба помощи бездомным – это равно автобус милосердия. То есть такое транспортное средство, которое ездит по определенному маршруту и оказывает бездомным помощь. Маршрут уже сформировался годами. Помощь мы оказываем разную – и медицинскую, и социальную. То есть помогаем человека направить даже в отделение соцслужбы ближайшей, потому что они, как правило, даже не знают, где им можно помочь, а социальные службы – они помогают. Медицинскую помощь отправляем на флюорографию. Прямо не отправляем, берем заразучку и ведем в поликлинику на флюорографию, с которой мы договорились, что таких вот бездомных ребят, как правило, потому что в других поликлиниках, ну, их бы, наверное, вряд ли бы стали им делать. У нас есть договоренность, слава богу, вот, поликлиника нам помогает делать флюорографию. По вечерам, в зимний период, такой даже сезонность с осени до весны, кормим вечером, ужином на вокзале железнодорожном. Получается, у нас пять раз в неделю. Три раза с автобусом милосердия, и два раза добровольцы своими силами сами готовят, сами привозят одежду. Ой, привозят питание. Горячее питание, да. Также из автобуса раздаем одежду, теплую, холодную, летнюю, зимнюю обувь. Ну, то есть, в зависимости от сезона и потребностей. Ну, вот, мне здесь кажется, очень важна медико-социальная помощь именно, потому что, если еще бездомно хотя бы кто-то, помимо вас, да, кормит и одевает, то вот, что касается уже вникнуть в историю этого человека, заняться его судьбой, это гораздо более тяжело, чем милостыньку подать или даже накормить, или там одеждой поделиться. Скажи, пожалуйста, портрет сегодняшнего бездомного, в результате чего чаще всего люди попадают на улицу? Мне кажется, вот у меня такое ощущение, что это может случиться с каждым. Да, безусловно, конечно. Вообще с каждым, я когда только пришел в автобус, у меня было очень четкое понимание, прямо очень четкое, потому что ты сегодня, ну, такой более-менее успешный, какой-то обеспеченный, как-то социально стабильный, вот. Вот, а, то есть, потеряешь ты завтра, что там, и жилье, и все, и ты, как бы, здесь окажешься, и неизвестно, как ты себя будешь вести. Лучше вот этого человека, который к тебе подошел, выпивший немножко, а может, и вообще будешь, что сказать, намного хуже выглядеть его. Ну, вот если сейчас люди сидят в теплых квартирах, на мягких диванах и смотрят нас, люди хорошие, отзывчивые, но, тем не менее, я думаю, что у многих сквозит мысль, ну, со мной-то такого не может произойти. То есть, как это происходит? Вот, ну, не знаю, вот живет семья, муж-жена, дальше что? Почему? Ну, есть, конечно, все равно-таки социальные составляющие, у которых до этого состояния путь очень короткий. То есть, это детдом, это места заключения, это какая-то семья неблагополучная, пусть даже не детдом, да, где человеку до такого пуститься достаточно легко, потому что у него, как бы, все составляющие для этого есть. Это алкоголь, алкоголь, невнимание общества и равнодушие общества к нему. А бывает, что из благополучных семей люди попадают на улицу? Ну, да, причем очень достаточно, я очень даже удивился, что в последнее время встречался с мужчинами, которые оказались на улице по причине того, что у них умерла жена. Умерла жена, и они, как правило, люди деревенские, как правило, люди деревенские, где, в принципе, ну, я не знаю, почему так тоже сложилось, уже очень удивительно, они, умерла жена, они впадают в такое уныние, то есть, начинают выпивать, потом им, видимо, кто-то говорит, что давайте поехали, ребята, в город, там мы заработаем, еще что-то. И вот их что-то такое вот сюда вот в город тянет, они сюда приезжают, и оказывается вообще, то есть, они хорошие, нормальные, работящие мужики, ну, там даже ребята, ну, вот они вот начинают пить и начинают опускаться. А потому что, видимо, вот как-то у них, причина, да, умерла жена, уже умерла жена, а ты-то что ж, ты, как-то жена, они не могут быть без жены, вот как-то они, как-то... Ну, жена, может быть, была вот тем сдерживающим фактором, который его как-то вот держал в рамках, да? Да, держал в рамках, конечно. Вот, помимо этого, есть у нас, обращаются не только бездомные, есть малоимущие пенсионеры, которые не очень богато живут, у них нет средств, тем более, квартплата достаточно большая, и вся пенсия практически у них ходит в квартплату. Они приходят, мы им оказываем медицинскую помощь, кормим их тоже самое, надеваем. Скажи, пожалуйста, вот бывают ли случаи, когда вас обманывают? И какова реабилитация для вас самих, для добровольцев, для сотрудников службы помощи бездомным, вот после таких фактов, когда ты понимаешь, что тебя обманули? Ну, первое, я просто говорить буду на собственном примере, что это, конечно, такая вот обида. Что ж ты, мил человек, я тебе со всей душой денежку тебе такую большую дал, а ты вот так вот со мной меня обманываешь. Да нет, я не такой простак, чтобы ты меня тут крутил, и больше ты... Это вообще очень сразу понятно становится. Но со временем, ты же понимаешь, почему он так делает, но он просто по-другому не может, он по-другому не знает, как ему жить, как ему выживать, как существовать, как ему свои страсти вот эти поддерживать. Ну, потому что, ну, потому что, если он выпивает человек, ему достаточно трудно, а почти невозможно взять и бросить пить. Его же нужно, кто-то должен схватить за руку, кто-то из этого болота его должен вытащить. Вот, и слава богу, такие случаи бывают, когда вот, ну, мы помогаем. А чтобы таких случаев не возникало, нужно более внимательно просто относиться к этому самому бездомному. Не реагировать сразу, очень просто, что для нас, естественно, да, там, дать ему денежку, пусть даже достаточно большую, но, как бы, вот, мы свою гордость и тщеславие таким образом течишь, когда ты, вот он тебе пришел, там, вот, просто у меня такой Гена был, такой добрый, добрая душа человек. Вообще, он открытый, как рубаха, он Акафисты наизусть знал. Гена, он бездомный или он добровольный? Гена бездомный, да. Да, он знал Акафисты наизусть, и я для себя вот так понял, что, так это же какой-то молитвенник, это сторонник святой. И я, мне настолько ему хотелось помочь, что я вообще про все на сети забыл, что про какие-то есть правила, что нужно вот там с Геной вот так поговорить, вот так вот, вот это проверить, вот это проверить. Я ему стал помогать, и когда мне потом говорили, люди же бездомные, да Гена там валяется пьяный, я говорю, нет, не может такого быть. Молитвенник же. Он же молитвенник, он везде в монастырях-то был. На самом деле он был в монастырях, на самом деле это страсть, алкоголь, который у него есть, он как-то в меру своих сил пытается с ней бороться, но не всегда получается. Я таким образом, давая ему вот эти вот денежки, я способствовал развитию его страсти, не более того. А если бы я к Гене бы относился по-другому, повнимательней, поговорил бы с Геной, давай, может, мы тебя сюда отвезем, или вот сюда, или давай мы тебе поможем избавиться от этой зависимости твоей. Возможно, результат был другой. А вот дал денежку, и пожалуйста, укрепило все его страсти. Хотя, да, тут, конечно, правила алгоритма, решения вопроса нет, все индивидуально. Индивидуально нужно как бы, да, пытаться просто со вниманием и, самое главное, с любовью отнестись к этому человеку, который обращается за помощью. Вань, хорошо, вот, например, я иду по улице, я спешу, да, я вижу, человек просит милостыню. Вот, ну, я понимаю, нет алгоритма, но какие-то советы, практика? Ну, нужно спросить, прежде всего, для чего вам денежки нужны. То есть, если он скажет, мне нужно купить продукты, поесть, это очень же просто сделать. Взять и принести ему продукты, поесть. Потому что, когда у такого человека оказывается денежка, он выбирает, даже если он хочет поесть, он выбирает не поесть. Огненную воду. Поэтому, и тут же, и наш труд тоже, наш труд, что нужно дойти до магазина, взять, купить продукты, принести обратно, там, ну, или с ним вместе туда сходить. Если у человека есть проблема, мне нужно, как правило, там, как правило, там, операции, там, какие-то, там, нужно какую-то операцию, там, детям, внукам или еще кого-то, это тоже очень часто. Да, это прямо полны переходы, вот, таких личностей. Ну, да, нужно брать, давайте посмотрим документы, какие у вас есть. Вот, если это действительно человек в этом нуждается, если действительно в этом есть у человека нужда, если действительно это правда, человек, он отозвелся, он начнет показывать документы. Он будет заинтересован в том, чтобы действительно, там, сделали операцию. Вот, естественно, если у него это есть, документы дома забыл или еще что-то, ну, получается, уже как это лукавство, тут неправда. Ваня, хорошо, а вот если, повторюсь, например, я спешу на работу, я вот не готова вникать в эту историю, да, там, что-то внимательно выслушивать. Я думаю, я не одна такая, да, но у меня проблемы, я раздираюсь, то есть, либо помочь деньгами, либо не помочь, вот так пройти, и вот боишься и очерствения собственного сердца, с одной стороны, да, потому что, как святитель Иоанн Златоуст говорил, милостынь, она потому называется милостынь, что это не заработок, а это именно вот, ни за что дается, просто по расположению сердечному. А тот же Иоанн Златоуст говорил, да запотеет, монета в руке твоей, прежде чем ты ее подашь, то есть, подумай хорошенько, тогда вот как быть. Я думаю, у многих телезрителей этот вопрос, вот если по-честному так всем сказать. Ну, вот если так по-честному, если, вот, говорится, торопимся чем-то, ну, мы торопимся по своим делам, да, но как-то хочется помочь. Ну, тут сложно, на самом деле, я бы, вот как я поступил, да, я бы поступил, я бы все равно, ну, три минуты там еще не решат, если тороплюсь куда-то, да, то есть, я бы попытался с человеком как-то переговорить, какой-то контакт у него взять, что вот я сейчас, извини, тороплюсь, но вот давай мы там завтра, пусть завтра я тебя тоже здесь увижу, пораньше приду, мы с тобой поговорим. Или, допустим, дал бы ему телефон православной службы милосердия, куда он может обратиться, рассказал бы ему, ну, что мы знаем, да, какие есть благотворительные фонды, фонды реабилитации бездомных, станицы державных, НИК благотворительный фонд, куда он может обратиться. Если человеку эта нужда есть, он обратится, его не надо будет уговаривать, ну, хотя уговаривать, это все равно какой-то эффект от этого будет, но, как правило, человек ищет, если он всегда найдет. А бывали ситуации, когда вот вы помогали, и потом был какой-то отклик от тех людей, кому помогали? Вот помню, была какая-то история с отправкой человека, по-моему, куда-то в Башкирию, там что-то с ним случилось. И тут мы возвращаемся к вопросу опять, мужчина на улице, это ведь всегда вот эта вот мужская гордость, что как это я попал в такую ситуацию, как я буду просить помощи, да, нет, я сам, а потом вот это я сам выливается в полную беспомощность. Да, 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 они бездомные, как правило, гордые люди. Можешь рассказать вот эту вот историю, потому что она очень показательная. Да, у нас был, такой еще был, наверное, достаточно давно, года два назад, да, такой у нас, ну, ходит человек в автобус, ходит. В автобус милосердие приходил за помощью. Да, за помощью приходил человек вечером на вокзале, приходил и просто кушал. А их же нужно все равно, их нужно разговаривать, а почему ты на улице, а вот что и как, а чем тебе помочь? Потому что, ну, они действительно гордые, им признаться в том, что они в таком состоянии, ну, когда они только в это состояние попадают. То есть у них, это, как правило, переход, когда его обокрали, человека, то есть, или его садили с поезда за пьянку, он оказался в этом городе, он не знает, куда ехать, ему шаг-то ступить вот сюда, в эту зону риска, скажем так, очень легко, потому что там уже есть подготовленная почва для всего этого. Вот, и поэтому стараешься их разговаривать, ну, его также разговаривали, поговорили, оказалось, что он, да, его садили с поезда, ну, как его даже садили, он там с кем-то выпил, ему там плаферин подсунули, вот, его обокрали, ему нужно добираться, он ехал с вахты с северов, а Екатеринбург вообще как бы-то. То есть он ехал с большими деньгами еще к тому же. Ну, они же, слава богу, были на карточке, не наличными, но у него, он все это, как-то все эти материальные процедуры все там сделал, но как ему добраться до дома в Башкирии, он не знает. Позвонить, я говорю, давай позвоним, он не может позвонить, потому что его ждут там с деньгами, там, жена, дети, если он скажет, его обокрали, там, он оказался в Екатеринбурге, вышли те мне деньги. Ну, ну, я его понимаю, его заботу, что семейство, лишние переживания, все что-то, и поэтому он начал где-то в кустах, где он разгружал там фуры где-то, ну, зарабатывал там. То есть пытался сам зарабатывать на проезд. Да, 200-300 рублей эти где-то зарабатывал в день. Шамок ведь вообще пропасть, и никто бы его вообще не дождался. Ну, пропасть, конечно, да. Ну, то есть в результате вы ему помогли добраться до дома. Да, да, да. Ну, это как бы такое рядовое, на самом деле, дело. И был ведь отклик от него какой-то потом. Он потом поздравлял с Новым годом, всегда поздравлял нас. И вообще как-то он даже не ожидал, он даже мусульманин, не православный даже, что это. Вань, две минуты буквально до конца программы, очень коротко. Чем могут помочь зрители нашей православной службы милосердия, в частности, службы помощи бездомным? Это опять же для тех, кто милостыню подавать по какой-то причине не хочет, а хочет пустить вот эти деньги на помощь нуждающимся, но твердо быть уверенным, что они пошли в дело. Как связаться, как найти, как помочь? Да, но даже вопрос не материальных, а вообще человека участия в этом. То есть добровольцы. Да, добровольцы. Нам нужны деятельные люди, потому что чем больше будет деятельных, энергичных людей, мы тем можем охватить вообще весь город. Ну, это что касается Екатеринбурга. Но мы ведь тут гораздо шире вещаем, поэтому можем говорить и о более широком охвате аудитории. Нужны, конечно, средства. Мы хотим, чтобы у нас в автобусе был социальный работник. Но его работу надо оплачивать, это уже не добровольцы. Который бы на самом первичном этапе обращения человека в автобус мог сразу же квалифицированно его сопровождать. То есть если человеку нужно добраться туда, если человеку нужно решить какие-то семейные вопросы, восстановить документы. На самом деле это же, вы сами понимаете, что это хождение по этим кабинетам, оно для бездомного в принципе практически невозможно. Потому что, во-первых, к нему не может ходить, то есть к нему будут отношения специфические, скажем так. Ну да, потом надо еще уметь это все. Конечно, да. Хорошо, это понятно. Какие еще виды помощи? То есть личное участие и финансовая помощь. Если люди живут не в Екатеринбурге, а хотят помочь, куда они должны обратиться? А православное служение Милосердия. Сайт? Сайт. Екб.милосердия.ру Там все написано про нашу, про службу помощи бездомным. Написаны все телефоны. Все адреса, все реквизиты, куда нужно помочь. Все эти средства, они идут, ну в данный момент сейчас мы закупаем одежду зимнюю. Но у нас уже куплено, мы докупаем это и обувь, и куртки, и варежки, и носки. Сейчас готовим рождественские подарки для бездомных и для реабилитантов в станции державные. Вот, поэтому, конечно, помощь нужна всегда. Вань, ну Божьей помощи я всегда восхищаюсь. Потому что я помню свой первый репортаж из автобуса Милосердия. Вот мне, я оттуда вышла, мне казалось, что у меня все чешется. Что я уже начала кашлять, что у меня уже туберкулез просто. И было очень страшно. А на самом деле оказалось, что Господь хранит, и в первую очередь хранит тех, кто помогает бездомным. Вань, спасибо. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы были с нами. С вами была программа «Есть что сказать». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!